Приветствую! Перед вами яркий и всем известный логотип, представленный в виде коллажа из различных картинок и иконок приложений. Чтобы создать такой коллаж, не требуется быть ни высококлассным дизайнером, ни программистом, заставляющим складываться картинки в ряды. Достаточно воспользоваться простой и понятной программой Art&Soft Photo Collage Maker. Как работать с этой программой, я вкратце и расскажу в этом видеоролике. Первый этап. Открываем картинку, из которой хотим построить фотоколлаж. Второй этап. На втором этапе указываем изображения, из которых будет складываться исходная картинка. Для этого нужно папку с необходимыми графическими файлами добавить в базу программы для анализа и индексации. Этот процесс может занять некоторое время, скоротать который вы можете, например, за просмотром других фотоколлажей, пройдя по этой ссылке. Данную папку с изображением цветов я добавил для примера, поэтому удалю ее из базы, что, конечно же, можно сделать с любой добавленной папкой. Если под рукой у вас нет подходящего числа изображений, можете воспользоваться готовыми базами на сайте компании Art&Soft, ссылка на который также есть в программе. Я же отмечу папку с нужными нам изображениями иконок, которые я добавил в программу заранее. Переходим к третьему этапу. Формирование коллажа и его параметра. В программе есть необходимый минимум настроек, разделенный на несколько групп. На всех из них я сейчас останавливаться не буду, а интересующиеся могут посмотреть подробный видеоматериал по всем настройкам фотоколлажмейкера по этой ссылке. При разных настройках могут получаться разные коллажи, соответственно. Я же настроил программу с параметрами, которые, по моему мнению, являются оптимальными. Оставив лишь по умолчанию параметр «Радиус дубликат» равный 3. Что ж, нажимаем кнопку «Сформировать коллаж» и ждем результата. Как видим, на четвертом этапе получился вполне красивый фотоколлаж, хорошо передающий раскраску оригинала. Однако, вследствие того, что использовалась база с небольшим числом мини-изображений, а также из-за малого радиуса исключения дубликатов, оставленный мной по умолчанию, как вы помните, мы наблюдаем частое повторение иконок. Попробуем разнообразить коллаж. Здесь в одной строчке примерно 13 иконок. Поэтому увеличим радиус удаления дубликатов до этого значения. Нажимаем кнопку «Применить». И заново формируем коллаж. Так, теперь коллаж стал таким, каким вы видели его в начале ролика. Повторяющихся изображений практически нет. Но несколько пострадало соответствие цветам оригинала. Поэтому каждый раз следует решать, что важнее – отсутствие дублей или максимально точной цветопередачи. Мне же по душе второй вариант. Кроме этого, в борьбе с дубликатами может помочь и ручной метод заметных фрагментов, если требуется поменять определенный элемент на более подходящий по цвету. На пятом этапе сохраняем файл в нужном вам разрешении. Откроем сохраненный файл и просмотрим его. Как видим, мы получили красочный коллаж логотипа, составленный из множества различных иконок разного размера. На участках с малой детализацией видим крупные фрагменты. По краям же логотипа программа использовала более мелкие. Примеры других коллажей и различных тематик вы всегда можете увидеть на официальном сайте компании Art&Soft. Также на сайте art&soft.ru можно скачать фотоколлажмейкер, с которым вы без труда создадите превосходный коллаж из своих собственных фотографий или других изображений. Удачи вам в работе с фотоколлажмейкер компании Art&Soft. Всего доброго! Продолжение следует...